Не надо жениться. Не надо жениться, если вы понимаете, что вы не готовы ни морально, ни психологически, ни финансово, ни духовно. В первую очередь, не надо портить чью-то жизнь. Это чья-то дочка, это чья-то сестра. Послушай, если ты думаешь, что на авось прокатит, как-то что-нибудь получится, я что-нибудь придумаю, а, разберемся. Это так не работает, это чья-то жизнь, и ты берешь за нее ответственность. И запомни, в конце концов, детям нужна семья, а не разведенные мама и папа. Договорились? Ты хочешь быть рядом, вне зависимости от всего. Ты каждый раз пытаешься проявить какую-то ответственность за нее. Ты пытаешься сделать все, лишь бы она была в безопасности. У тебя желание все время заботиться о ней. Как ты себя чувствуешь, что ты делаешь, с тобой все в порядке. Я могу тебе чем-то помочь. Ты готов отдать все до последнего, во что бы то ни стало, лишь бы с ней было все в порядке. Вот это, вот это любовь. Как уничтожить женскую самооценку? Все достаточно легко и просто. Обзывай ее, притесняй, оскорбляй, не придавай никакого значения. Когда она что-то говорит, потом поговорим, сейчас некогда мне. И никогда не возвращаясь к этому разговору, занимайся актами насилия, эмоциональным, духовным, интеллектуальным, экономическим. Почему нет? Ну, про физическое я молчу. Надеюсь, ты не конченый подонок, чтобы позволить себе поднять руку на женщину. Самые простые базовые потребности, если будешь закрывать ее, она будет счастлива, поверь мне. О чем идет речь? Вот первое, она должна чувствовать себя защищенной. За тобой она должна быть, как за каменной стеной. Вторая потребность, это уже своего рода эмоциональная. Ласка, вежливость, забота, мягкость. Вот именно таким образом обходиться ты должен с ней. И третье, деньги, финансовая стабильность. Почему? Потому что, когда она выходит замуж, она смотрит на тебя на перспективу. Ведь она, это продолжение рода. Что ты дашь этому роду? А ребеночек, он когда счастлив? Когда дети счастливы? Тогда, когда они слышат, вот из той комнаты, когда носятся голоса родителей, милобеседующих. Когда они шутят, значит, улыбаются, смеются. Когда в радость им все. Когда все легко, ненавязчиво. А не когда они выясняют отношения. Ты это обязан, ты то, это твои права, это твои. Типа, как кошка с собакой. Каждый день. Ну, сколько это может продолжаться? А ну, задайте себе вопрос. Вы хотите быть счастливыми или вы хотите быть правыми в отношениях? Мало это. Дети все смотрят, записывают вот сюда. Ребенок это вот, это вот. Чистый листочек. Чистый. Ты в него записываешь программу. Он смотрит и думает, так, значит, у нас отношения и семья, это боль, это стресс, это трагедия. Когда мы вот эту вот занятость свою так преувеличиваем просто. Я не писал, потому что я был занят. Я не позвонил, потому что я был вообще супер занят. У меня было 589 тысяч дел. Послушайте, 10 секунд времени. Родная моя, у меня все хорошо. Я надеюсь, тебя тоже. Береги себя, скоро увидимся. Все. Не надо здесь ничего выдумывать, придумывать. Даже 10 секунд не прошло. Голосовой запиши. Я не знаю, ты же в телефоне постоянно. Все просто. Когда мужчина не звонит, не пишет. Вообще никак. Вообще. И ссылается на свою супер занятость. Ну, давайте честно. Просто ты не в приоритете. И все. Но бывает, поссорились. Взрослые люди все. Это нормально. Вы взаимодействуете. Она начинает ему выговаривать и говорить, как он плохой, что ты в том году помнишь, что сделал. А позавчера. А вот мы вообще с тобой не гуляем. Она сказала 50 слов. Он сказал 3. В этот момент он думает, что если я не скажу 50 тоже, я проиграл. Послушай, мы будем с тобой в выигрыше, если когда она говорит, мы промолчим. Это не какие-то догонялки. Кто больше скажет, кто-то переиграет. Я прав, ты не прав, ты не прав. Нет. Нет. Женщина – это эмоции. Запомни это как аксиому. Женщина – это ее источник жизни. Вот будет мудро с твоей стороны, если ты промолчишь и пойдешь заниматься своими делами. Поверь мне. Она когда успокоится, сама придет и обнимет, скажет, я не права. Но это не точно. Вообще, знаете, запомните это как аксиому. Если мужчина будет мужчиной, то и женщина будет женщиной. Все будет замечательно. Мы сегодня растеряли самые элементарные ценности. Вот и все. Это печально. Стоит ли давать второй шанс? Это поменяется человек или нет? Поменяется. Можно давать второй шанс? Нужно давать второй шанс? Знаете, при каких условиях? В каком случае, когда берут друг дружку за ручку и идут в кабинет психотерапевты? Ну, хотя бы, как минимум, квалифицированного психолога. Серьезного психолога. Со стажем. Вот. Все. Вы слышали ключевое? Желание с обеих сторон. Особенно желание того, кто провинился. А вот это вот «я поменяюсь, все будет хорошо». Да не переживай, это я же тебя люблю. Маловероятно. Смотрите сами. Я не знаю. Что-то случилось, он к маме бежит. Какая-то ситуация произошла, опять к маме бежит. Аббала, что ты от мамы хочешь, скажи мне? Ты семью создал. Это твоя девочка. Ты за нее ответственность взял. Я не знаю, супруга она твоя, невеста она твоя, кто бы то ни было. Ну, что ты хочешь от мамы, скажи мне? Подожди. Если мы говорим о любви к маме, это безусловно, это вне всяких сомнений рай находится под ногами матерей. Кто-то будет с этим спорить, пусть только попробует. Но почему, когда речь идет о взаимопонимании между вами, какая-то неурядица, мам, вот она так сказала, мам, она так сделала, мам, она так поступила. Ты взрослый парень, тебе 20, 30, я не знаю, 40 лет. Что ты от мамы хочешь? Вот что-то, если произошло, возьми за руку, скажи, пойдем, сядьте, поговорите, скажи, что тебе не нравится, чем ты недовольна. Может быть, я могу что-то исправить, изменить, чтобы ты счастлива была в конце концов. Я тебя люблю! Это не смс-ки, это не в инстаграме огоньки ставить на ее истории. Нет. Вот что такое я тебя люблю. Сесть и поговорить. Без мамы. Ты знал, что для женщины очень важно высыпаться? Для всех важно высыпаться. Выбирай. Я буду зеленый, вот. Они все черные. Когда женщина что-то делает, что-то воспроизводит, куда-то тратит свою энергию и не высыпается, о-о-о, ну берегись. Правда, это для нее очень важно. Я совсем не шучу. Вот она чем-то недовольна, каждый раз она нервничает, стресс, негативы, что-то говорит, а фоном-то у нее претензии чувствуются. Поэтому, дорогие мои мужчины, уважаемые братья, по возможности она есть. Давайте вашим любимым женщинам высыпаться. Не пренебрегайте этим. Это будет одно из самых лучших, что вы можете сделать для них. Правда. Ты должен себе внушать, что она у тебя самая красивая, самая нежная, обаятельная, ласковая, удивительная, сногсшибательная, превосходная, непревзойденная. Я могу продолжать бесконечно. Это все про твою любимую женщину. Ведь это правда. Разве есть на этой планете Земля кто-то, кто любит тебя так же, как она? Не надо мне говорить про любовь мамы в отношении тебя. Нет, я не об этом. Я про любовь женщины в адрес мужчины. Нет такой женщины. Ты видишь какой-то один недостаток у нее? Начинаешь ковырять, сверлить. Вот ты такая, ты сякая. Ты там, значит, не идеальная. Ну, приведи мне идеальную. Приведи, я посмотрю. Ты не приведешь. А почему? Потому что такой нету. В этом вопросе я призываю тебя небольшую мудрость проявлять. Ты просто психопат. Самый настоящий. И это не обзывательство. Сейчас объясню. Ко мне приходит клиент. Я задаю вопрос. А как вы будете строить здоровые отношения? Вы видели хоть раз это? Ну да, мама же с папой росли меня. Они взаимодействовали между собой. То он мне говорит. Хорошо. А папа хоть раз маму бил? Ну да, было несколько раз. Несколько раз за всю жизнь? Или несколько раз в месяц? Да, это было. И эти люди мне говорят, что сегодня они готовы построить здоровые отношения. Нет. Как только ты придешь в состояние стресса, включая симпатический отдел нервной системы, ты треснешь ей разок. И может быть не раз. Ты думаешь, что это правильно. Знаешь почему? Потому что в этой ситуации ты не видел, что можно поступать по-другому. Можно сесть поговорить. Можно момент того, когда ты злой, встать и выйти. Можно просто принять холодный душ. Можно, если ты стоишь, сесть. Сесть, лежишь. И ты прекрасно знаешь, откуда это. Но ты так не делаешь. Потому что вот. Твоя психика, она больна. Ты психопат. Это не обзывательство. У женщины есть такое понятие. Бально-рейтинговая система. Я ее так называю. Сейчас может даже не каждая девочка, не каждая женщина поймет, о чем идет речь. Про нас, про мужчин, я вообще молчу. Почему-то мы рассуждаем так, что вот если один раз в год я ей подарю 51 розу, 101 розу, я молодец. Смотри, раз в месяц, раз в два месяца, с работы, когда идешь, возьми один маленький цветочек, розочку, пионы, что угодно. Знаешь, как ей будет приятно? Даже не представляешь. Опа, балл. Сразу она ставит напротив тебя в этот день. Спускаетесь, открой ей дверь, ухаживай за ней. В этот момент, ты даже не представляешь, о чем она думает. Балл. Наши женщины, они ждут этого от нас. Но они нам об этом никогда не скажут. Сделай ей приятно, купи. Это же женщина. Она может сегодня хотеть киндер-сюрприз, молочный ломтик. Завтра ей понравится сумка от Гучи. Это женщина, это эмоции. И ничего страшного, если ты где-то пойдешь на поводу. Ты не подкаблучник, ты не тряпка. Нет. Делай для нее, Господь тебя дарит еще большим. Это работает железно. Говорю тебе об этом не как психолог, а как мужчина. Вот. Делай для нее, делай с любовью. Всевышний тебя воздаст. Я тебя уверяю. Начни. Тебе понравится, войдешь во вкус. Ты один вопрос себе задай, мужчина. Один вопрос задай себе, дорогой мой. Она счастлива со мной или нет? Только честно спроси себя. По-мужски, честно. Мы же любим по-мужски. Давай по-мужски. Счастлива или нет? Знаете, что огромное количество женщин сегодня живут с мыслью о разводе. А по разной причине этого не делают дети. Дети, может быть, есть у вас? Да. Что с детьми будет? А родители что скажут? А друзья что подумают? А в принципе, общество как отреагирует? Не все люди живут согласно внутреннему миру. Может, ей просто некуда идти. Она зависима от тебя. Вполне вероятно. Когда в последний раз ты сделал для меня что-то приятное? Когда в последний раз ты зашел домой и сказал, давай, Джан, одевайся, поехали. Пойдем кофе попьем, погуляемся. Спасибо тебе за то, что ты делаешь для меня. Когда? Зато с посторонними на улицах. Вот эти вот девочки. Ты с ними вообще такой весь. Прям внимательный, обходительный. Иди своей жене скажи эти слова. Ну вот произошла какая-то ссора, какое-то недопонимание, конфликт. Зачем вы сразу бежите, об этом кому-то рассказываете? Вы берете телефон, начинаете писать. Вы берете, начинаете звонить и все выкладывать. Но разве вы не понимаете, что как только вы об этом рассказали, неважно, это ваша подружка, это ваш друг, это ваши родители, не имеет значения. Все. Вот, я же тебе говорила, вот, я тебе говорил, ты не ту выбрал, ты не ту выбрала и так далее. Вот чтобы этого не было, друзья мои, пожалуйста, ни при каких обстоятельствах. Если идет речь о каком-то маленьком конфликте, недопонимании, ссоре, не нужно, не нужно выносить ссору из избы. Не надо. Постарайтесь найти точки соприкосновения, поговорите. Я более чем уверен, у вас все получится. Нету идеальной семьи. Нету на этой планете Земля ни одного союза, где все идеально, где все потрясающе, где нету ссор, нету конфликтов, нету недопониманий. Такого не существует. В априори такое даже не может быть. Вопрос в другом. Как вы преодолеваете те самые конфликты, недопонимания и ссоры? Это для вас камни преткновения? Или наоборот? Вы пытаетесь снискать довольство друг дружке? Ответьте себе на этот вопрос. Я вам не помогу здесь. Он ревнует в свою любимую женщину. Но как он ревнует, это уже немножко другой разговор. Ты с кем там переписываешься, я не пойму. Ты что там делаешь? А почему так поздно пришла? Ты где была? Ну, мой дорогой. Ну, это что такое, я не пойму. Какая-то разница, с кем она переписывается. Ну, переписывается с девочками, с подружками, я не знаю, что они там обсуждают свое женское. Почему ты мыслишь так, что а может там какой-то мужчина? А может она с каким-то балбесом переписывается? Стоп. Может быть ты ей не дал ту самую ласку, заботу, внимание, в конце концов, что она получает это от какого-то там балбеса из интернета? Вопрос не совсем выгодный, я понимаю. Но я буду говорить правду, а не то, что вы хотите услышать. Когда мы спешим кого-то в чем-то обвинить, себе вопросы задавайте. Я все правильно делаю. И никогда вот эти вот грязные, мерзкие мысли, они вас не будут посещать, если вы себя будете вести так, как подобает мужчине. Блин, вот так задумываешься, когда столько было трагедий, сколько было разных бедствий, сколько было наводнений, сколько было землетрясений разного рода. Да что только не происходило за существование планеты Земля. Но сколько женщин погубило неудачное замужество. это какой-то ужас. Правда. Дорогие мужчины, здесь мы допускаем ошибку. О чем идет речь? Послушайте меня. Тогда, когда она приходит к вам, садится и говорит, я устала, мне все надоело, я больше ничего не хочу, ни работать, ни чем-то заниматься. Она даже может начать плакать, даже может начать плакать, ни с того, ни с сего. Вроде бы все хорошо, она начинает плакать. Почему она это делает? Это отдельный разговор. Неважно. Тип личности, темперамент, характерные качества, эмоции. Для женщины это центр вселенной. Она начинает проживать определенную эмоцию. Ее эмоциональный фон выдает именно это. Что в этот момент мы делаем, когда она вот такая немножко раздраженная? Что ты опять хочешь, я не пойму, а? Что ты эти концерты устраиваешь? Все же нормально. Не надо. Не надо заниматься норовоучением. Все, что сейчас необходимо сделать нам с тобой, сказать, иди ко мне. Посадил ее на коленки, прижал к себе, щечку поцеловал, так погладил и сказал, все будет хорошо. Ты не переживай, все четко будет. Я есть у тебя. Тебе не за что беспокоиться. Устал, отдохни. Не, значит, беспокой свой организм. Все, тебе нужно побыть немножко в покое. Все. Зачем ты что-то ей объясняешь, аналитическую часть ума включаешь? Не надо. Не надо. Дай ей прожить эмоции. Пользуйтесь. Нормальному мужчине нравится, когда женщина просит у него деньги. Но не раз я сегодня слышал, нет, ты что, Марат, если она будет деньги у него просить, она мне на шею сядет. Она работать-то должна, зарабатывать. Ничего себе. Значит, ты хочешь, чтобы она красивая была, дома все успевала, готовила, стирала, убирала, детей воспитывала. Мой дорогой, а ты немного хочешь часом? Вот сейчас вопрос. Зачем я вообще создаю бизнес? Для чего я работаю, зарабатываю? Наверное, для того, чтобы обеспечивать дорогих и любимых мне людей. Если спросите меня, да мне очаровательно на душе, когда я могу что-то сделать для них. Где-то что-то купить, подарить. Это же эмоции. Это же местами незабываемо. Но вот этим ребятам им это не нравится. Вообще, в принципе, я боюсь представить, как они мыслят. Это ошибка тех людей, которые находятся сегодня на этапе формирования отношений. Может быть, вы вышли замуж, женаты. Вот только-только. И вы думаете, что те эмоции, чувства, которые вы сегодня проживаете, которые вы сегодня испытываете, так будет вечно. Неа. Так не будет вечно. Я даю срок год-полтора. Хорошо, закрываю глаза два года. Но не больше. Вот проблема в том, что вы не говорите о том, что рано или поздно эти эмоции пройдут, и мы с тобой выйдем на другой этап отношений. Мы будем с тобой взаимодействовать. Как два партнера. Как два друга. Как два человека, которые находятся в семье. Нет. Знаете, что говорят люди спустя некоторое время? Хм. Что-то я уже не испытываю те чувства эмоции. Наверное, я ее разлюбил. Пойду искать другую. А по сути, любви-то еще не было. Это был период влюбленности. Совершенно разные вещи. Самое главное в отношениях это отдыхать. Отдыхать вдвоем. Вот сейчас она снимает, а я говорю. Но сегодня мы отдыхаем. Я тоже много работаю. Очень много работаю. Как и большинство мужчин на этой планете Земля, которые взяли в ответственность кого-то из женщин, мы работаем. Это наша обязанность. Но отдыхать надо. Отдыхать крайне необходимо. И это прямым путем влияет на наши отношения. Если мы конструктивно отдыхаем, мы всегда будем друг дружку наполнять правильными эмоциями. И дарить мы будем те же самые эмоции. Поэтому отдыхайте. Отдыхайте вдвоем. И по отдельности тоже иногда есть необходимость отдыхать. Это правда. Вообще, кстати, для здоровых отношений необходимо проводить 3-4 часа в день. Вместе. Все остальное время раздельно. Мужчина, который обижается, раздражается, гневается. Вот эти вот эмоции непонятные. Это что такое? Женщина с таким мужчиной она не будет счастлива. Никогда. Ну потому что по большому счету она живет с женщиной. От мужчины должно веять спокойствие, умиротворение, сдержанность, опора. Понимаете, о чем я? Дорогие мои друзья, я настоятельно вам рекомендую ведите себя так, как подобает мужчине, а не как подобает мальчику. Это важно. Но она так захотела, и мы поэтому сделали. Да что значит она так захотела? Почему ты забываешь о том, что женщина это эмоции? Почему ты забываешь о том, что сегодня, когда она что-то хочет, это не значит, что нужно быстрее-быстрее в торопях бежать, покупать, осуществлять, приносить, дарить, заказывать, ты что бы то ни было. И это все к чему? К тому, что взвесь, подумай, проанализируй, надо, не надо, и тогда уже принимай решение. Ведь завтра, когда ей что-то не понравится, она тебе не скажет, ну я так захотела. Нет. Она скажет, ну ты же принимал решение. Для женщины оскорбление, когда мужчина разговаривает с ним грубым тоном. Она сильно напрягается, пугается. Вообще, в принципе, женщина очень пугливая. Что бы он ни говорил, нужно говорить вежливо, ласково и вкратчиво. Понимаете меня? Чтобы это заходило в ее уши, иначе она не будет слышать. Вообще ничего. Будет пугаться, и это будет оскорблением для нее. Поэтому, мужчины, запоминаем и осуществляем. Берегите своих женщин. Самый лучший способ поддержать человека, это выслушать его, дать ему выговориться. Не перебивать и не советовать, а выслушать. Посочувствовать, это значит внимательно слушать, когда он что-то говорит. Мы начинаем что говорить? Да ничего страшного, пройдет, не переживай. Да что ты придаешь такое значение? Хватит тебе что ли? Это неправильно. Напротив, мы обесцениваем переживания этого человека. Суть в чем? Чем больше он проговорит это, чем больше он эмоционально это переживет, тем скорее это состояние его пройдет. Научитесь сопереживать людям и им захочется находиться рядом с вами в тот или иной момент, когда им действительно тяжело. Женщину не надо пытаться понять мозгами, пытаться ее расшифровать как какую-то задачу или какой-то ребус. Не ты первый и не я последний, кто однажды пытался это сделать. В принципе, перспективы туманные здесь. Вот куда более важно создать то пространство, где она будет счастлива. А каким образом? Вот казалось бы, звучит банально, а нет. Бежит, подарки ей покупает, задаривает во всем, лишь бы замолчала, я извиняюсь, соглашается во всем, чтобы она не сказала. Ну это что такое, я не понимаю. Действия, слова. И все это окутать в мягкость, вежливость, ласку, заботу и любовь. Когда вы попробуете поступить именно таким образом, поверьте мне, вы ощутите вот это понимание между собой на совершенно другом уровне. Это уже не будет на уровне мозга, нет. Это будет на уровне души, на уровне сердца. А это уже совершенно другой разговор. Я удивляюсь, честно. Принимай меня таким, какой я есть. И все. Ты обалдел, что я не пойму? То есть ты принял для себя удобную позицию? Я вот такой, и я не хочу меняться? Да ты просто слабак. Ты просто бесхарактерный и все. А что ты хотел, чтобы я тебе говорю? Да, конечно. Люди не должны меняться ни в коем случае. Оставайся таким же. Где ты это взял, я не пойму? Вконтакте, в Инстаграме, в Одноклассе, где вы это прочитали и сегодня действуйте согласно этому. Да нету такого. Это противоречит природе человека. Человеку свойственно меняться. Послушайте, ландшафт гор меняется. Человек не может поменяться. Но, по-моему, это вообще противоречит здравому смыслу. А это просто удобное оправдание. Лентяй, бесхарактерный, бесхребетный, нету стержня собрать силу воли в кулак и сказать, да, конечно, у меня получится. Слушай, как может у меня что-то не получиться, если я чего-то захотел, концепцию построил, характер проявил. Это даст результат. Ей не нужны твои миллионы, поверь мне. Ей не нужны твои дома, дачи, квартиры, машины, что бы то ни было. Нет. Ей нужна твоя забота. Ей нужно твое внимание, ласка, любовь. Я что-то сказал необычное? Нет. Вот ты идешь с работы, возьми одну маленькую шоколадку, зайди домой, она открывает дверь. Скажи, Диана, я люблю тебя. Да она с ума сойдет отчасти. Хорошо, может быть с ума не сойдет, но как минимум ей будет приятно. Когда сегодня говоришь это людям, они очень остро реагируют. Я мужчина, зачем мне это надо, я не пойму. Но послушай, этот самый человек воспитывает твоих любимых детей. Этот самый человек все готово сделать для тебя. Но неужели, если ты признаешься ей в своих чувствах, где-то их подчеркнешь, что перестанешь быть от этого мужчиной? Обещает, не делает. Говорит, выполнит, не выполняет. На него надеешься, он тебя подводит. А потом удивляется. А что ты меня не уважаешься? Я не пойму. А почему мне должного значения вы не предаете? А как тебе его предавать? За что тебя уважать? Ответь мне на вопрос. За что? За то, что ты просто Вася, Коля, Петя, я не знаю, там, Ибрагим, Артур, Дима. Да кто бы ты ни был. Но если ты сказал, да кровь из носа ты выполнить должен. Если ты обещал, на тебя человек рассчитывает. А, ладно, что-нибудь придумаем. На авось прокатит. Да ничего не прокатит, я тебе говорю. Ничего не прокатит. Ты, если хочешь, чтобы тебя во что-то ставили, чтобы тебя уважали и должное значение тебе придавали, ну, извини, мой дорогой, здесь проделать работу надо. Долгую работу надо проделать. Нельзя так. Так нельзя. Категорически нельзя. Ты, если мужчиной хочешь быть, им надо быть, а не казаться. Может, в зал сходишь, что-то я смотрю, на тебя какая-то не такая стала. Поменяться тебе надо. Заняться собой. Да ты что? Да это тебе надо поменяться. И тебе надо заняться собой. Ты целыми днями сидишь, эти голые за***ь рассматриваешь. А потом ты удивляешься, тебе перестала нравиться твоя любимая жена. А как ты хотел? Ты каждый день, ежедневно, я повторяю, рассматриваешь эти голые за***ь непонятные. А потом ты удивляешься. А чему ты удивляешься, мой дорогой? Ты свою психику разрушил от а до я. Чему удивляться? Ты пожинаешь плоды посеянного, вот и все. Иди у любого психолога спроси, если мне не веришь. Конечно, ты мне не поверишь, потому что я говорю тебе то, что ты не хочешь, слышишь. Но я буду говорить. Это неправильно. Это неправильно, в первую очередь, по отношению к себе. А потом уже по отношению к ней. Ну послушай, вот там вот, в этом телефоне, поверь мне, ничего необычного. У нее также две ноги, две руки. Но твоя любимая жена, твоя супруга, вот она, она, это прямое отражение твоего отношения к ней. Я сказал, что-то необычное? Нет. Ну так займись собой, прежде чем ее в спортзал отправлять. Но нету тех сказок, нету их, о которых нам рассказывали в детстве, где они поженились, и в один прекрасный день их не стало. Нет этого сегодня. Вы насмотрелись какие-то сериалы турецкие. Что вы смотрите, я не понимаю. там режиссеры, там актеры, там продюсеры, там автор сценария. Понимаете? У нас этого нет. Вот то, что мы смотрим, это сказка. У нас этого нет. У нас есть два человека. Ты и твоя супруга. Ты и твой супруг. Понимаешь меня? И вот мы, в свою очередь, пишем фильм, создаем фильм. Вот в конечном итоге я хотел бы, чтобы это была мелодрама. Но ни в коем случае не ужас. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Не хлопайте дверью, не убегайте. Не надо не брать трубку. Это не сближает. Это отдаляет рука дружки. Я хочу, чтобы вы понимали одно маленькое выражение. Спешите друг дружку на перегонки. Спешите друг дружку на встречу. Пытайтесь снискать довольство друг друга. Вот тогда вы будете счастливы. И вообще, при любой ссоре, при любом недопонимании, в том или ином конфликте, я прав. Нет, я сказала, я прав, а ты не прав. Ребята, задайте себе один вопрос. Вы хотите быть правыми? Или вы хотите быть счастливыми? Дорогой мой, я тебе, может быть, Америку сейчас открою, но я обязан это сделать. Женщины любят ушами. Мы часто слышали это выражение, но не придавали этому значения. Опять ошибка. Друзья мои, мужчины, братья, мы порой недовольны. Что тебе опять надо, я не пойму, а? Ну что ты хочешь? Мало я тебе дал? Да вопрос не в этом. Ты много дал, ты еще больше дашь. Ты молодец. Речь о другом. Говори ей о любви. Говори о том, как сильно она тебе нужна. Скажи, что я не хочу без тебя. Не надо говорить, я не могу без тебя. Это неправда. Мы можем без любого человека. Скажи, я не хочу без тебя. Ты мне нравишься. Мягкая, добрая, вежливая, ласковая, нежная, обходительная. Разговаривай таким образом. Это ничуть не убавит от тебя, как от мужчины. Правда. Напротив, когда ты приходишь домой, ты хочешь, чтобы тебя встречали, как короля. Но послушай, но относись к ней, как к принцессе, и будет тебе король. в семье должна быть взаимоподдержка. Если она женщина, это не значит, что ей нравится убираться, стирать, готовить, гладить, там, пятое, десятое. Нет. Почему она это делает? Вообще, она тебе не обязана даже это делать. Даже с точки зрения фундаментального. Религии. Обязана? Нет. Но почему она делает? Потому что она тебя любит. Ты слышишь меня? Потому что она тебя, вот, любит. и ты ее любишь. Но почему не проявить любовь таким образом, где она будет, как это, на седьмом небе отчасти. Это метафора. Вот покушали вы. Скажи, Диана, иди к детям. Я помозе. Две тарелки ерунда. Она в зале, что-то там делает, свои дела. В этот же момент сходи на кухню, порежь яблочко, приди, возьми, скажи, смеля, накорми ее своей рукой. Почему не поступить таким образом? Все? Подкаблучник. Задели эгоцентризм. Самолюбие, значит, наше каким-то образом пострадало. Вот если это так, если это так, это комплексы. Это стереотипное мышление. Я не знаю, что в вашем случае, но в любом случае, это нездоровая тема. Прекратите манипулировать разводом. Нельзя. Нельзя, я еще раз повторяю, и мужчин касается, и женщин. Манипуляция, шантаж, разводом никогда. Что за детский сад? Камень, ножницы, бумага. Это женщина. Источник ее жизни это эмоции. Вот то, что я сейчас испытываю, это эмоции. Она постоянно живет эмоциями. А ты на этом играешь. Тебе не стыдно? Это первая потребность женщины, которую ты должен закрывать. Это безопасность. Что под собой подружная безопасность? Сегодня защищать ее от мамонтов, от обезьян, от всяких диких животных нет никакой необходимости. Сегодня есть необходимость защищать ее от кого? Правильно. От своих родственников. Почему? Потому что некоторые родственники находятся в той позиции, о которой ты мне сам только что сказал. В позиции родителя. С учетом того, что тебе говорит твой папа и с учетом того, что транслирует твоя мама, я могу ошибаться. Но велика вероятность того, что когда ты возьмешь девочку замуж, на нее будет оказывать влияние твоя мама. Это нехорошо. Почему? Потому что женщина выходит замуж за тебя. Ни за маму, ни за папу, ни за кого. С учетом ментальности вашей на Северном Кавказе, родителям это донести очень тяжело. Если ты до сих пор не сепарировался от родителей, будет достаточно тяжело объяснить маме, что мам, вот это отдельный статус в моей жизни, моя супруга. А ты отдельный статус. Твой почет, он велик. Но она та, которая родит мне детей. Она та, которая накрывает мне кушать. Она та, которая дарит мне свою энергию, по которой ты можешь потом идти работать, зарабатывать. Вторая потребность женщины, которую ты должен закрывать, это абсолютно точно эмоциональная. Внимание, ласка, забота, любовь. Порой, порой, если человек не закрывает первую безопасность, он не может давать вторую, потому что он не понимает, что это такое. Это удивительным образом взаимосвязано. Что такое внимание, ласка, забота, любовь? По сути, это крылатое выражение, но оно включает в себя очень много всего. Я тебе буду приводить пример, но я не буду называть имена, я не имею права этого делать. Ты меня слышишь? Вот у меня сегодня был клиент, он мне говорит, Марат, была женщина, она говорит, Марат, я не помню, когда в последний раз он мне сказал, как у тебя дела. Представляешь? Это катастрофа. Для женщины это самая настоящая катастрофа. Не спрашивать, как она себя чувствует. Может быть, тебя что-то беспокоит. Для женщины очень важно, чтобы ты с ней разговаривал. Просто садился за чашечкой чая, кофе. Может быть, вы вышли 15-20 минут по парку погуляли. Просто поговорили. Они часто испытывают состояние тревоги. Не потому, что они какие-то там больные невротички. Нет. Женщина по своей роде очень тревожна. И они это некоторые не понимают и не осознают. Вообще, женщина это очень тонкая и ранимая натура. Если хотя бы раз вы позволите себе обмануть свою любимую женщину, я очень сильно сомневаюсь в том, что она будет вам верить снова. Так же, как она верила вам до этого. Если вы позволите себе однажды оставить ее, ты потом можешь сколько угодно клясться, но она перестанет чувствовать себя в состоянии безопасности. Если когда-нибудь речь пойдет о чем-то важном, где ты пообещал и не сдержал свое слово, она перестанет придавать тебе значение. Какое-либо. Вообще, женщина это очень тонкая и ранимая натура. И вот нам с вами необходимо дорожить этим, а не пользоваться. Но самое главное, это любите, ребята. Любите, обнимайте, играйте. Наслаждайтесь каждую минуту своей жизни, которую вы проводите со своей половинкой. Я не знаю, ты мужчина или ты женщина, ты меня смотришь. Это не имеет значения. Главное, чтобы вы вот вместе. Жизнь, она вот так и пройдет. А мы уделяем время непонятно чему. Когда рядом любимые нам, дорогие нам, люди, которые доверились нам. Спроси, ты чувствуешь себя рядом со мной защищенной? Ты чувствуешь себя рядом со мной безопасности? Задай ей, своей любимой женщине. Посмотри, что она ответит. И если она скажет нет, не удивляйся. По этому поводу могут быть разные причины. Например, вот. У тебя телефон, он каждый раз вот так. Экраном вниз. Везде. Дома, в машине, в кафе, с друзьями, в гостях. Где бы ты ни было. Экраном вниз. Постоянно. И ты это делаешь не бессознательно, а напротив. Абсолютно осознанно и принципиально. Ну, извини. Она тоже не дурочка, знаешь ли. Зачем вы рассказываете о прошлом? Подождите. Зачем вообще вспоминать о нем? Вот было что-то, сколько бы не было лет назад, но что-то было, что-то происходило. Хорошо. Зачем вы эмоционально опять возвращаете себя туда? Ну, для чего? Вы начали новую жизнь. У вас замечательный человек рядом. И надо сравнивать. И надо анализировать. И надо проводить параллели. Не надо. У вас новая жизнь. Подойдите к вопросу с точки зрения созидательной деятельности. Я не знаю. Нет. Вот. У вас новая жизнь. Начните писать эту книгу. Когда мы говорим про семью, про отношения, каждый из нас является психологом своего партнера. И не надо спорить со мной. У вас не получится. Потому что... Вспомните простой пример. Когда вам плохо, когда вам тяжело, когда вам грустно. И не важно, мужчина вы или женщина. Кому вы говорите? Кому вы выговариваете? Вы говорите своей второй половинке, своему партнеру. Вот я сейчас обращаюсь к этим людям, когда вам что-то говорят. Пожалуйста. Пожалуйста, ребята. Проявите красивое терпение. Просто промолчите. И поддержите человека. Дайте ему прожить эмоцию. Прожить так, как это необходимо сделать. Не затыкайте. Не обесценивайте. Не надо говорить, что хватит, что ты переживаешь. Да прекрати, это ерунда. Что ты об этом думаешь? Нет. Прижмите к себе. Обнимите. Погладьте по головке. Тактильная близость. Вообще уникальная вещь. И дайте человеку прожить. Вот. К вам будут спешить за помощью. Когда мы говорим о двух любящих сердцах. Если вы хотите построить здоровые отношения, вы должны иметь понимание о том, что такое здоровые отношения. Если вы думаете, что у вас получится это сделать интуитивно, я спешу вас огорчить. Ни хрена у вас не получится. Все просто. Есть ко всему руководство. Ко всему. Даже вот на этот телефон есть руководство, как им пользоваться. А тут человек. Тут психика. Тут целый организм. Без инструкции. Как вы будете пользоваться? А знаете, с чего начинаются все проблемы? А я вам скажу. Вот когда она начинает работать. Казалось бы, ну работает и работает. Что такого? Ну какие могут быть проблемы здесь? А нет. Я не говорю о той работе, где... Какая-то творческая деятельность. Я не говорю о той работе, где клубники в шоколаде. Что там еще сегодня? Я не знаю, правда, извините. Я не об этом. Я знаете, о чем говорю? Вот когда она как собака пашет с утра до вечера. Когда она приходит домой, а у нее селенок-то нет. Когда она приходит домой, ее еще там дела ждут. И она понимает, что еще тут надо пахать. Вот тут начинаются все проблемы. Сейчас будут люди, которые... Да нет, Марат, прекрати. Сколько я работаю, все хорошо. Подожди. Подожди. Год, два, три, пять. Прояви терпение. Вы же любите терпеть. Рано или поздно оно будет на исходе. И ты скажешь, хватит. Кто здесь мужчина? Ты или я, в конце концов? А вот тогда ты вспомнишь мои слова. А сейчас ты думаешь, я ошибаюсь. Поживем, увидим. В нормальных, здоровых отношениях, если женщина говорит, допустим, простой пример, дорогой, там, любимый, не знаю, как она его называет. Я там пошла в этот магазин, да. Хорошо, все, береги себя, будь осторожна. Ок, ты тоже. До встречи. Это в нормальных отношениях. А в деструктивных, в уродливых, в дебильных, в нездоровых. Как вы хотите, синоним берите, на ваш выбор. Знаете как? Я пошла в магазин. Зачем? Куда? Во сколько? Покажи. Скинь фотку. С кем в магазине? А что, еды нет? А что так поздно идешь? Скинь локацию. А во сколько пришла? И вот это вот паранойя. Это паранойя. Это тотальный контроль изначально. Как это приятно наблюдать, когда они обходятся друг с другом таким образом, что это не может оставить равнодушность. Неважно, сколько лет они вместе. Год, два, пять, десять, пятнадцать, не имеет значения. Сам факт вот этого. Она что-то сказала, он это заметил. Он что-то сделал в отношении нее. Она дала понять, что это увидела. Я хочу вам напомнить, что наши слова – это ключи, а сердце – это замок. Вот с помощью этих слов, с помощью этих ключей, тех самых, да, вы догадались, любой замок можно открыть. Не скупитесь на мягкое, на доброе, на вежливое. Порой это бывает крайне необходимо. Ну, здесь вообще холодно. Холодно – это ладно, я потерплю. Это не проблема. Но знаешь, в чем проблема? А в том, что она один день просит. Один день. Удели мне, мой дорогой, мне больше не надо. А мы что делаем? Мы с друзьями, мы там туда-сюда, деловые. Какие-то движения мутим постоянно. Ну, один день ей уделить. Ну, разве тяжело? Скажи, воскресенье? Теперь твой. Выбирай кафе, куда хочешь пойдем. Найди какое-то красивое место, мы с тобой проведем время и сделаем это с удовольствием. Один день. Возьми в привычку. Три-четыре часа проводи с ней. Воскресенье, суббота не имеет значения. Проводи с ней. Ни в телефоне, ни в планшете, ни в компьютере. Ни на «Алё сидеть». Нет. С ней проводи. Проводи бывает так, что мы рядом, но мы не с ними. А это очень важно. Вот попробуешь так сделать, поверь мне, все четко будет складываться. Она будет приятно удивлена. И тебе понравится, что не менее важно. Если ваша женщина несчастлива рядом с вами, это означает лишь одно. Рядом с ней нет у вас как мужчины. Подождите. Не спешите переключать. Почему? Потому что мужчина помогает женщине найти свою реализацию. Раскрыть себя творчески. Для мужчины очень важно, чтобы он раскрыл, чтобы она расцветала рядом с ним. В этом плане. Вот если этого нету, к сожалению, вы не выполняете что-то очень важное с точки зрения своей роли. Какой-то ужас. У него руки, ноги есть. Он здоров, как бык. Жена работает, а он вот так вот дома. Ватсап, тикток. Ты бессовестный. Ты посмотри, до чего ты довел. Твоя жена работает, а ты отдыхаешь. Помимо того, что ты против своей природы пошел, она нежное, ласковое, уникальное творение, которое дома должна сидеть. Отдыхать, жизнью наслаждаться. Работает с 8 до 6, а ты кайфуешь дома. И в то же время ты в грудь тебя бьешь. Я мужчина. Где твое мужское, я тебя спрашиваю. Где оно? Мужчина – это сила, это воля, это характер, это действие, это напор. Вот это мужское. Я хочу тебе дать совет. Пока она окончательно в тебе не разочаровалась, возьми за голову. Ну зачем ты девочку используешь? Зачем ты ей золотые горы обещаешь? Написываешь там, люблю, трамвай куплю. Ну кому ты рассказываешь? Зачем ты входишь в доверие, а потом она плачет? Если точно так же поступит в отношении твоей сестры, я боюсь представить, что ты сделаешь с этим человеком. А если завтра так же поступит в отношении твоей дочери, но почему ты позволяешь себе так же относить? Это же чья-то девочка, это же чья-то дочь, сестра. В этой жизни просто так ничего не пройдет. Ты не думаешь, что ты умыл руки и все закончилось. Ты не знаешь, как все повернется у тебя в семье. Он одну в постель положил, вторую, третий пишет, пятый, он со всеми общается. Такой галантный, такой вообще мачо весь. Какой ты мачо? Ты проститурка самая настоящая. Кому ты рассказываешь? Слушай, иди, зайди в кабинет психотерапевту, скажи, помогите мне, пожалуйста. Я веду беспринципную половую связь и продолжаю называть себя мужчиной. Помогите мне. Я хочу быть нормальным мужчиной, здоровым, психологически зрелым. Взять одну женщину и делать ее счастливой на протяжении всей жизни. Мачо. Чамо, а не мачо. Продолжение следует. Продолжение следует...